Друзья, всем привет! С вами Виталий и сегодня поговорим о шуруповертах. Как правильно выбрать шуруповерт для дома. У нас будут показаны бюджетные модели. Самый большой это 12 тысяч, а так это все до 7 тысяч рублей. Но, конечно, с моей скидочкой, моим подписчикам 10 процентов, это можно купить дешевле. Но не об этом дело. В общем, хочу рассказать просто, какие модельки существуют, как выбрать вообще себе для дома правильный шуруповерт, на какие просто пункты стоит обращать внимание. И поговорим мы о аккумуляторных шуруповертах. Также есть сетевые. Сетевые мы сегодня трогать не будем, только об аккумуляторных. Самый дешевый шурик, чтобы просто был, чтобы крутил. Это вот такие есть два варианта. Фирмы Мекан. Есть Парма такая же, еще с одним аккумулятором идет. Вот Мекан он идет в чемоданчике, Парма идет в коробке. Все шуруповерты одинаковые, то есть имеют две скорости, реверс, быстро зажимной патрончик и подсветочка. У всех есть, то есть здесь останавливаться не будем, а именно поговорим по качеству. В общем, самые бюджеты, то есть там цена самая дешевая, это от двух тысяч рублей они идут. И вот. А вот такой вот едончик, он уже стоит подороже, но у него уже два аккумулятора ведет в чемоданчике также. Если хотите для дома, чтобы у вас был шуруповерт, вполне просто там небольшие саморезы крутить, что-то где-то игрушку какую-то детскую разобрать, еще что-то мелкое делать, то вполне выбор себе такой можно сделать. Вот, в общем, от двух до трех тысяч рублей. Все у них две скорости также, подсветочка тоже имеется. Ну вот. В общем, с одним из двумя аккумуляторами, это от двух до трех тысяч рублей. Я их буду так вот ложить, чтобы они меня не загораживали. Так. Если уже что-то хочется, что берут все, это берут вот эту серию. Оазис называется. С буковкой G она идет в модельке. Есть с буковкой S, но это чуть позже. С буковкой G, в общем, это 18 вольт и 14. Также есть 12 вольтовый. У них уже ценник получается от трех до четырех. Да. Это уже более такие ходовые шурики, вот, именно в нашем магазине. То есть, их чаще всего покупают. Гарантия уже на них идет два года. По гарантии два года. По мощности все разные. То есть, если мы берем вот эти шурики, у них там максимум до 20 ньютонов где-то крутящий момент идет. Эти уже посерьезнее будут. 30, 32 ньютона. Не стоит смотреть вообще. Некоторые вот приходят не 18 вольтовый и подешевле. Возьмем вот этот 18 вольтовый, вот этот 18 вольтовый, вот этот 18 вольтовый. И у всех крутящие моменты будут разные. Не стоит на это обращать внимание. И многие еще задаются вопросом. На аккумуляторе написан ампераж в час. Это написано емкость. Не путайте ее. Это продолжительность работы шуруповерта, а не мощность его. Если на аккумуляторе написано 4 ампер час, это не значит, что он дует на эти деньги. Это емкость аккумулятора. От того, что сколько проходит ваш шуруповерт по времени, по продолжительности работы. То есть это вот самые ходовые. По качеству себя показали тоже очень хорошо. Не было вопросов никаких. Бывали дешевыми. С любым инструментом возникает когда-нибудь вопрос. Хотя бы с одним. Тут никто от этого не застрахован. Поэтому прям вот 100% невозврата не бывает. Все равно есть где-то поломки, заводские браки, дефекты и всякая такая вот ересь. Ну и перейдем к более дорогой серии. У нас они идут 12, 14 и 18 вольтовые. Здесь уже получается 12, 28 ньютонов, 14 и 32 ньютона, а 18 и 35 ньютонов. Крутящего момента. И еще 12 и 18. У них есть переключение на удар. То есть есть просто саморезы крутим, есть сверление и есть удары. Слышно, я думаю. Просто работает. Вот. В нем уже стоят движки бесщеточные, бесколлекторные. Как их называют, вентильные. У них получается и мощность. Повышенная КПД идет у таких движков. Ну поэтому и мощность у них, соответственно, помощнее будет, чем вот у этой линейки. Цена у них начинается от 5 до 6 400. Также имеем 2 года гарантии. 4 тоже есть с ударами. Но вот эта данная модель, как к нам приехала, не такая. Тоже берутся. Берутся неплохо. Но по сравнению с вот этими, эти берутся чаще. Здесь, что в этих шуруповертах, что в этих. Движок стоит коллекторный, обычный, щеточный. Про этот шуруповерт рассказывать ничего не буду. Вы можете посмотреть. Вот здесь вот подсказочка выскочит. Обзорчик на него. В сравнении с китайцем. У него 60 ньютонов. 4 ампер часа батарея. В общем, смотри обзор и ставь лайки. Перейдем к самой такой хорошей линейке, которая у нас есть. Это и есть Интерскол. Интерскол сам вообще стоит на первом месте из бытовых. Выше Бош идет. Но, тем не менее, Интерскольчики вот такие вот хорошие шуруповерты. Единственная в них беда, что мне не нравится. Аккумулятор у них вставляется в рукоятку. И рукоятка от этого такая толстая. Что вот руке, если долго работать, не особо удобно. Но зато они по качеству хорошо себя показали. Работают приемлемо. Цена у них от 5 до 7 300. Также 2 года гарантии имеем. Движки у них коллекторные, щеточные. Бесщеточные вот здесь. В общем, что бы я вам хотел сказать, порекомендовать просто при выборе шуруповерта. Первым делом обращайте не на ампер часы. Не на мощность, на вольтаж. А смотрите по ньютонам. Сколько у него крутящий момент. И везде пишется на первом режиме крутящий момент. Это максималка. На втором режиме. То есть он на первом режиме крутит медленнее, но мощнее. То есть если он выдает 60 ньютонов, это на первом режиме. На втором у него будет 30 всего. То есть тут не путайтесь. Получается на первом режиме крутит медленнее, но мощнее 60 ньютонов. На втором режиме крутит быстрее, но пославше 30 ньютонов. То есть здесь в этом не путайтесь. Берем двенашку эту, двенашку эту и двенашку вот эту. И у них все 12 вольтовые. а мощность вот у этого и вот у этого 32 а вот у этих до 20 есть еще серии то есть там 25 вот так вот то есть ну разные производители по фирмам первым делом обращаем внимание на ньютоны потом уже смотрим на ампераж аккумулятора чем больше ампер часов тем получается он дольше проработает для каких целей вообще вам нужен шуруповерт вот в чем нужно вам определиться то есть если вам ремонтик дома надо что-то помощнее брать что-то понадежнее если вам просто надо по мелочи полочку там гардиночку повешать что-то где-то собрать разобрать небольшой мебель там купили вы можно рассмотреть вообще самый дешевый вариант и не париться то есть он будет также работать ну да меч мощности меньше даже если где-то большой саморез и крутить можно прежде засверлиться а потом уже саморез неудобно я тоже так думаю и вот конечно сейчас с деньгами у всех тугую вопрос всегда стоит в этом нам бы по качестве не понадежней но такого понятия и как бы и нет дешевле качественнее надежней нет сейчас или хорошие берем или дорогое и качественное да это можно на качественные вещи на дорогой вещи можно нарваться так что мама не горюй из этого всего плана мой выбор вот чисто для дома вот как себе бы я бы взял вот из этой линейки интерскола до 7 или вот этих вот уазисов до 64 по мощности они одинаковые по амперажам аккумуляторы уазиса помощнее будут два ампер часа идут у интерскола полторашки то есть тут все зависит просто от финансов вот так вот скажем но мой выбор упадет в любом случае на вот эти две линейки вот это могу еще рассмотреть если уже там ну реально так как скажем под вопросом мощный мне он даром не нужен честно говоря из этих тоже то есть у меня есть отвертка аккумуляторная такой шуруповерт не вижу смысла вообще иметь так что вот ребята думайте вообще сами если что то есть вопросы пишите конечно в комментариях поддержите меня поставьте лайкосик и конечно не забывайте подписываться на канал может у вас еще есть какие-то предложения по видосам пишите не стесняйтесь я постараюсь все учесть вот человек просто просил снять прошу реки обзорчиком у какие есть что есть сейчас вообще все шуруповерты литий-ионные в основном идут никель камни вы уже перестали или выпускать ну конечно они где-то остались но литника никель камни вы брать вообще не стоит то есть литий он к это классная вещь намного проще в обслуживании то есть вы поработали 5 10 саморезов закрутили подзарядили положили лежит он у вас дальше раз в три месяца достали если не ну не работа не рабочим состоянии лежит просто у вас он надо достать раз в три месяца подзарядить аккумчики и все я кум будет у вас ходить и ходить никель камни в них память есть то есть его надо полностью садить полностью заряжать а эти просто храним в заряженном виде и все с этим меньше проблем меньше волокиты если интересно можете также написать в комментариях хотели бы вы обзорчик про сетевые шуруповерты их у нас не так много но кое-что есть тоже бы рассказал как их выбирать по каким критериям и не стоит гнаться за брендом макиты bosch метабо аег зачем тебе дома аег за 30 тысяч рублей вот расскажи мне ты сам не знаешь зачем понтануться да ну ты брось понтанить лучше в чем-нибудь другом такие вещи они должны приносить бабло они должны работать где-то на объектах на стройках и на всякой выставошках может быть но в доме лежать ему и раз в год доставаться и крутить зачем самый вот инструмент что там есть еще парма есть вихрь из бюджета вот просто их куча куча очень много всяких разных фильм бюджетных фирм которые меньше вкладываются в рекламу по качеству маленечко похуже но они дешевле в разы а если там макита она в рекламу вбахивает бабки ну и качество делает хорошие да это несравнимо как лет 10 например назад естественно то есть и в рекламу бабки и в качество бабки туда-сюда вот на это все идет цена качество у таких инструментов упала все равно не то стало как было а эти китайцы да китайцы мы не скрываем и всем говорим что это все китайские сборки заводская просто сборка не надо путать шерпотрепом вот и все уже как лет 10 нас окружает один китай вот такие пироги ребята всем спасибо за просмотр пока